Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Страна свободных, будь собой. Под таким лозунгом в Киеве завершился марш равенства «Киев Прайд». Участники собрались у здания национальной оперы и прошли по центральным улицам города Владимирска и Льва Толстого. В руках держали радужные флаги и плакаты с призывами к толерантности. В колонии было несколько машин, на крышах которых сидели ярко одетые активисты. В центре марша ехала платформа, на которой показывали шоу «Травести Дивы». По данным организаторов, в мероприятии приняли участие около 5000 человек. По словам полиции, 3,5 тысячи. Поддержать акцию пришли политики, работники иностранных посольств, международные украинские правозащитные организации, а также те, кто выступает против дискриминации по любым признакам, в том числе по ориентации гендерной принадлежности. Радужное настроение, прекрасное настроение. Несмотря на то, что в Киеве пасмурно, нам всем здесь очень весело. И мы верим в будущее Украины с учетом того, что Украина толерантно воспринимает ЛГБТ-сообщество и учится европейскому восприятию равенства и борьбы с дискриминацией. Мы, наконец-то, должны принимать себя такими, какими мы есть. Но, к сожалению, об этом никто не говорил. И мы не должны по каким-то меркам, там, гейты или, например, афроамериканец, по гендеру, мы не должны никак рассуждать человека. И я думаю, что это хороший момент, когда люди другой ориентации, независимости какой, они могут прийти сюда, они могут сказать о себе и помочь другим людям тоже принять свою какую-то внутреннюю ориентацию. Собрались в центре столицы и противники марша говорят, они отстаивают традиционные ценности и хотят защитить семью. Кроме того, утверждают, в подобной акции мешают проезду и устраивать их публично не стоит. У них есть право во всем. Трудовой кодекс им не запрещает работать. А у них нет запретов на отдых, у них нет запретов в выборе. Они могут свободно голосовать. И мы, как граждане этой страны, мы против таких вот показушных проявлений в центре города. Марш равенства в столице прошел без столкновений и провокаций. Никаких существенных нарушений правоохранители не зафиксировали. Также не поступали жалобы в полицию. Об этом рассказал начальник управления нацполиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, во избежание провокаций были усилены меры безопасности. За порядком во время акции следили более пяти тысяч правоохранителей. Не только в центре Киева, но и в соседних районах. Утром перед началом шествия произошло несколько стычек с полицией с противниками акции. Пять работников полиции во время утренних столкновений пострадали от слезоточивого газа. Поэтому мы открыли уголовное производство по 345 статье. От активистов до десяти человек обратились к медикам. Мы ждем, пока медучреждения дадут нам информацию о травмах и том, где люди их получили. Всего во время провокации задержали 57 человек. Почти всех уже отпустили. Проведение марша равенства в Киеве высоко оценила евродепутат Ребекка Хармс. В твиттере она отметила. Мероприятие прошло под эгидой равенства прав. Украинские правоохранители обеспечили полную безопасность участникам прайда. Высоко оценила действия нацполиции, нацгвардии и миссия ЕС по реформированию гражданской безопасности. Принимать окружающих такими, какие они есть, призывают и организаторы международного инклюзивного фестиваля «Артплейбэк вместе». Четвертый год подряд они собирают в Киеве всех, кто готов радоваться жизни, где каждый человек – это часть разнообразия. Посетила фестивали «Наша любовь задорожная». Женя старательно читает фразу на своем бэйдже «Я – часть разнообразия». Специально на фестиваль они с мамой приехали из Кропивницкого. Хоть как-то пообщаться с другими людьми, возможно найти для себя что-то новое. Инклюзивный фестиваль «Артплейбэк вместе» открыт абсолютно для каждого и каждому доступен. Это фестиваль, который объединяет людей из разных, с разных групп, разными особенностями, разным мировоззрением. И с помощью театра мы знакомимся с этим разнообразием. Люди знакомятся между собой и с помощью творчества вместе что-то создают. Инклюзивный фестиваль проходит на четырех языках, включая жестовых, и привлекает не только украинцев. Думаю, действительно важно, что есть места, куда можно приходить вместе, играть вместе и быть вместе. Не знаю, как в Киеве, но в моей стране. Да, все мы что-то делаем. Но обособлено. Только я и моя работа. Но когда появляется возможность изучать опыт друг друга, это как пазл. Кусочки складываются, и картина становится больше. В Киеве события проходят уже четыре года и умножают постоянных гостей. Ведь каждый нуждается в месте, где ему просто рады. Без оглядок и условий. Любовь задорожная, Дмитрий Гришко, ЮЭй ТиВи. Афины и Скупье подписали компромиссное соглашение о новом официальном названии Македонии – Северная Македония. Церемония состоялась на границе стран в присутствии премьеров обоих государств и представителей ЕС и ООН. Соглашение урегулирует 27-летний спор с Грецией, где один из регионов также называется Македонией. С 1991 года Афины из-за этого блокировали рассмотрение вопроса по вступления Македонии в ЕС и НАТО. 7 человек погибли, 28 травмированы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Мексике. Об этом сообщили в местной полиции. Среди погибших двое детей. Травмированных доставили в больницу. Всего в салоне ехали 40 человек. По данным прокуратуры, водитель потерял контроль над управлением автобусом. В результате транспортное средство перевернулось и упало на канал на шоссе. На месте работают спасатели, медики и правоохранители. Объединить спорт и заботу о природе призывают жители Луцка. Они по собственной инициативе очистили от мусора 20 километров реки Стырь. Преодолев эту дистанцию на байдарках, они собирали пластиковые бутылки и все, что загрязняло водоем. Как это было в сюжете региональных журналистов? Участники субботника надевают спасательные жилеты, инструктаж и вплавь по реке. Это довольно просто и это можно делать. Когда мы проводим наши запланированные сплавы не только в Луцке, а на других реках Волыни, мы каждый раз собираем мусор. Есть несколько точек, где ждет машина с прицепом, на которое мусор выгружается и в конце затем вывозится на свалку. Маршрут – это 20 километров вдоль реки Стырь, протекающий через Луц. Несколько минут плавания и уже есть первый улов. Ангелина впервые в жизни сплавляется по реке не для развлечения, а доброй цели. На байдарке, говорит, легче собрать речной мусор, чем с берега. Мне не трудно, мне нравится, потому что, прочитав о влиянии пластика, который мы сейчас собрали, на природу, окружение и людей даже, мне стало очень страшно. Я решила, что надо начинать с себя, показывать пример. Пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты застревают между ветвей деревьев, упавших в реку. Мусор участники заплыва аккуратно собирают мешки. Спрос на экоактивизм за чистую окружающую среду в городе есть. В Луцке, к сожалению, нет таких организаций активных. Наша акция призвана, чтобы экоактивизм развивать и распространять. За день участники заплыва собрали пять десятков мешков с мусором. Светлана Орлова, Денис Филюк, Луцк, Юэй Ти Ви. Эту и другую оперативную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова